Молодежное общественное объединение поисково-спасательный отряд «Регион-10» состоит из добровольцев, которые уже не один год помогают правоохранительным органам в поиске пропавших людей. Сейчас в их команде только взрослых – 180 человек. Еще 50 человек – это подростки от 14 до 18 лет. Они работают в поиске только со взрослыми. А недавно у них появился свой штаб, где волонтеры намерены проводить обучающий инструктаж новичков. Сейчас это будет проводиться больше занятий. Естественно, эффективность работы в дальнейшем станет лучше. Почему это важно? Не всегда волонтер, который приходит на поиски, если он не знает, как правильно действовать, именно с практической части. Делается неправильный алгоритм, и, естественно, это сразу уменьшает шансы нахождения человека. А раньше такие занятия они проводили за городом, зачастую только в теплое время года. Теперь смогут эффективнее использовать для теории и зиму. Сейчас в небольшом подвальном помещении, которое они сами отремонтировали, волонтеры обустраиваются. Недавно вот установили металлические решетки. Обязательная установка решетки для чего? Для безопасности и сохранности личного имущества отряда. Так как в дальнейшем здесь будет храниться все наше оборудование. То есть оно для нас представляет ценности. Это лодки, это специальное снаряжение, квадрокоптеры, рации, фонари, ОЗК. То есть очень много средств, которые будут именно помогать при проведении поисковых мероприятий. Сейчас все это снаряжение хранится в домах и гаражах представителей отряда. А нахождение его в одном месте, по их мнению, серьезно увеличит их мобильность при сборах для участия в поисках. Помещение это они арендуют. Участники отряда решили оплачивать его из собственных средств. Все вместе. Алжас Исинжигитов и Татьяна Калюжная, РТН.